Обниматься или не обниматься Где было очень много детей-сирот, младенцев, то есть где-то до годика У которых была почему-то очень высокая смертность, несмотря на то, что они были абсолютно здоровы Когда он начал исследовать, то есть в чем же дело, почему малыши умирают, что выяснили? Что в связи с тем, что не хватало людей, что дай бог там нянечкам успеть хотя бы покормить и перепеленать И это за глаза, за счастье, то есть о том, что ходить и на ручках их носить, как бы речи не шло Что значит выявили после исследований? Выявили то, что у ребенка, исследовали много ученые, выяснили, что если ребенка до одного года мало держат То есть тактильного контакта мало, мало объятий, прикосновений, прижатий, поглаживаний Тогда у ребенка бессознательно включается механизм Я этому миру не нужен И включается автоматический запуск программы на самоуничтожение То есть и дети практически абсолютно здоровые начинают умирать по каким-то несущественным, непонятным причинам То есть какая-то раз, быстро, болезнечек и нету После этого продолжила много других ученых исследовать этот момент на тему тактильности Что оказывается нам вот этих объятий до такой степени важно, необходимо получать Начали считать, замерять уровень гормонов, сколько объятий в день нужно для здорового развития ребенка, взрослого И выявили о том, что даже взрослый, здоровый человек, который так достаточно уравновешен, стабилен и так далее Ему нужно от 10 хотя бы объятий в день для того, чтобы его психика функционировала нормально То есть не суть важна Мы подойдем к бабушку свою обнимем Или ребенка обнимем Или там наш мужчина наш обнял То есть очень важна вот сама тактильность У детей это потребность еще выше То есть что потребность в объятиях настолько сильная Ну вот примерно так Что касается обниматься, не обниматься Правда, часто, конечно, бывает такое, что к нам приходит новый человек Или мы знакомимся, или еще что-то, или наш клиент И с одной стороны есть потребность тактильного контакта И у него, и, допустим, у меня Но у человека, например, этого в детском опыте нету Ну, например, его почти что не обнимали То есть была, допустим, эмоционально холодная какая-то папа-мама Объятие было мама И поэтому ты подойди к нему, прикоснись, у него будет шоковое Поэтому, ну, лично я в своей практике всегда спрашиваю Можно тебя обнять сейчас? Нельзя? То есть, ну, не сразу Ну, то есть очень внимательно к этому прислушиваемся Но, естественно, цель это этот опыт постепенно привить